Первое, что мы сейчас с вами сделаем, это попробуем научиться отличать рефлексы от всяких других способов управления вашим поведением, и не только вашим, а любым поведением. Для этого сначала запишем формальное определение рефлекса, что в современной науке называется рефлекс. Итак, рефлекс — это строго определенный ответ организма на один единственный тип сигнала, идущий с участием нервной системы. Итак, рефлекс — это строго определенный ответ организма на стереотипный, то есть один единственный тип сигнала, идущий с участием нервной системы. Надо сказать, что уже более пары веков как человечество, ну пара веков перебор, но века это уж точно, с успехом используют искусственные аналоги рефлекторных систем. Ну, допустим, тот же самый турникет в метро или турникет на входе в автобус работает абсолютно на основе рефлекторного принципа. Когда предъявили нужный сигнал, он производит одно единственное необходимое действие. Так? Хорошо. А если я по ошибке, при попытке входа в метро, приложил не метровскую карточку, а свою банковскую карту? Турникет меня пропустит? Нет, нет. Нет, а почему? Нет, за счет основной пропустит. Нет, у него программа не предусмотрена такая. Нет, потом, ребята, могут ли быть излишние программы рефлекторной машинки? Не могут быть. Каждая из них рассчитана на один единственный тип действия. Так? По какой причине не пропустит меня турникет в ответ на банковскую карту? Прошу? Я не хочу сигнал. Не подходящий сигнал. Читайте определение рефлекции. В ответ на любой сигнал или один единственный тип? Турникет в метро рассчитан на любую карту магнитную или только на карту метро? Другой сигнал он подсунет, он просто на него не отреагирует. Теперь второй вариант. Я достал карту метро, приложил к турникету, вошел в него и жду, пока этот турникет мне почистит ботинки. Сколько времени я буду ждать? Да сколько угодно, он не будет этого делать. Читайте определение рефлекции, почему он не будет это делать. Строго определенная ответа. Любая рефлекторная машинка может не любое действие в ответ, а только строго определенное. Только то, на что она запрограммирована. То есть идея рефлекции очень простая. Есть определенный сигнал, в ответ на него есть строго определенный ответ. Нет сигнала, нет этого ответа. Общая идея понятна? Да. Ну если понятно. Сейчас будет проверочка. Я вам несколько бытовых ситуаций опишу. Ваша задача будет потом разобраться, в каком случае мы имеем дело с рефлексом, а в каком случае нет. При этом самое главное не выкрикивать, вот это рефлекс, а вот это не рефлекс, а объяснить, почему вы так считаете. Идея ясна? Да. Значит, сначала я обозначу эти ситуации, а только после этого по очереди будем их обсуждать с вами. Итак, первая ситуация. Дворник, извините, ученик получил пару на уроке. И на перемене пристает к учителю. Поставьте три, поставьте три, поставьте три. Понятная ситуация вторая. Итак, получена двойка, и на перемене ученик начинает приставать к учителю. Вторая ситуация. Третья ситуация. Человек в начале лета в течение месяца ходит на пляж, валяется на пляже, и из раза в раз кожа на его теле меняет оттенок, становится все более и более снеговым. Идея понятна? Да. Итак, в ходе воздействия солнечных лучей меняет цвет кожа у человека. Это третья ситуация. И, наконец, четвертая ситуация. Человек куда-то там опаздывает, в спешке гладит дюки. Но поскольку он очень сильно спешит, то он по ошибке хватается за утюг, и происходит целая система действий. Во-первых, человек отскакивает. Во-вторых, говорит несколько энергичных выражений. А в-третьих, у него на пальцах надуваются воды. И вот давайте с этими четырьмя случаями разберемся с последователями. Итак, первый случай – выход из темного помещения в освещенный. Это рефлексия в мире вверх. Прошу. Это является рефлексией, потому как на определенные действия может возникнуть только эта реакция. То есть при входе в светлое помещение врачки не могут расшириться еще больше, они могут только с улиц. В данном случае что является сигналом? Сигнал является свет. Изменение количества. Не сам свет на себе, а изменение количества света. Вы абсолютно правы. Это классический пример рефлексия. Один из древнейших, очень глубоко у нас зашитых, зрачковый рефлекс. За счет этого рефлекса происходит настройка глаза к количеству света. Темновая адаптация. Ну, если свет в окружающей среде мало, зрачок расширяется, и таким образом пропускает больше света внутрь глаза. Называется приспособленность. Еще раз? Приспособленность. Вообще-то это называется не приспособленность, а темновая адаптация. Так? У каждого события в науке есть строго определенное название. Наука не оперирует обычными бытовыми словами. У них слишком много значений. Поэтому наука что делает? Оставляет за каждым словом одно единственное значение. И как вот такое слово с урезанными значениями будет называться? Термин. Значит, термины это не просто слова. Если у термина одно единственное значение, то работая с перестановкой терминов, вы можете получить утверждения, у которых нет вариантов ответа, а есть только один вариант. То есть, если бы там значений было много, вы могли бы с фразы сделать два десятка разных выводов. А вот наука искусственно объединяет язык для того, чтобы повысить достоверность высказывания. Начали. Хорошо. Разобрали первый случай. Берем второй случай. Второй случай с учеником. Двоечник получил пару и клянчит поставить в тройку, поставить в тройку. С вашей точки зрения, рефлекторное поведение или нет? Так, ну вы и так много работаете. Прошу вас, ваше решение. Да, точнее, рефлекс, потому что это его собственное желание получить. Вот так классно. А вообще от них было ваше собственное желание расширить зрачок? Как вы отличите собственное от несобственное? То есть, в ответ на получение 2, у двоечника много сделать, сразу несколько ответов. Вот, вот это уже совершенно другое. Ребят, давайте подумаем. Может ли биолог, в данном случае физиолог, опираться на ощущения человека? А уж тем более на слова «думаю», «хочу», «представляю». А физиолог про это ничего сказать не может. Это не его слова. Если биолог начинает рассуждать о мышлении, ну что ж, с печалью приходится констатировать, что данный человек вышел за рамки возможностей собственной науки. Так, об ощущениях, о переживаниях, об эмоциях, о мышлении. Биолог сказать не может ничего. Этим занимается другая наука и психология. Там просто другой аппарат, другие методы работы совершенно. А биологи с чем работают? Вот они с чем работают. Они работают с химической и физической реальностью, которая сложно организована в клеточной организмной форме. Никаких представлений о «я» в данном случае нет. Хорошо. А вот второе ваше соображение оказалось совершенно верным. Двоечник может вести себя, получив двойку, десятком разных способов. Какая часть определения рефлексии является нарушенной? Почему это не рефлекторное поведение? Еще раз, вопрос мы слышали. У вас есть сейчас записанное определение рефлекса. Прочтите его и найдите несоответствие. Почему поведение двоечника нельзя считать рефлекторным? Прошу вас. Потому что им надо обдумать свои действия для них еще. Слово «обдумать» выбросьте и забудьте навсегда. Биология не имеет права работать с этим словом. Слово «обдумать» в биологии не существует. Так что не проходит ваше объяснение. Еще раз, ребят, если вас привлекает наука, учитесь грамотно работать с языками науки. Это просто самое главное. Нельзя выходить за рамки объема терминов. Вот у вас есть определение? Ищите ответ в рамках определения. Прошу вас. Вот это другое дело. Еще раз, определение рефлекса. Рефлекс – это строго определенный ответ организма на определенный вид сигнала. А у двоечника только строго определенный может быть? Нет. Да нет, десятка раз. Все, ребята, это не рефлекс. Это значительно более сложная машинка работает, которая называется индивидуально изменчивое поведение. Как только у вас появляется неоднозначность в ответе, все, это уже не рефлекс. Хорошо. Третий случай берем. Человек загорает на пляже. А это рефлекторная, а это реакция не рефлекторная? Изменение цвета пулжа в ответ на воздействие лучей солнца. Прошу вас. Не рефлекторная. Не рефлекторная. Почему вы так думаете? А если обучился сидеть, то просто план, то он не будет загораться. О, как? А какое-то отношение имеет к рефлексу или не рефлексу? Ведь в определении строго определенное воздействие. В данном случае человек лежал на пляже. В условиях задачки ничего не было про лампу на столе. Есть строго определенное воздействие? Есть. Называется солнечный луч. Есть строго определенная реакция? Есть. Называется изменение цвета кожи. А почему же тогда это не рефлекс? Я смотрю, только мои старички, те, которые уже не первый год. Хорошо. Вы на новеньких. Прошу вас. Ну, получается, все должны быть одинаковыми, да? Всех людей. О, как? Как получается? Бывает же кожа разных людей может на столе себя каким-нибудь абсолютно неизволазным. Вы совершенно правы, барышня. А теперь скажите, пожалуйста, а такой показатель называется скорость реакции. Вы сели на кнопку и с ней отскочили. Это рефлекс сложный или безусловный? Безусловный. Болевой рефлекс. Как по-вашему, если мы померяем скорость вскакивания у разных людей, она будет одинакова или разная? Разная. Ребят, биология не терпит единообразия. Все мы немного отличаемся друг от друга. Не только способность к разной скорости реакции, но, допустим, я не знаю, способность к загару. В данном случае это не опровержение того, что это рефлекс. Прошу вас. Мне кажется, что это не рефлекс, поскольку у меня нет участия нервной системы. А вот это уже намного серьезнее. Действительно, изменение цвета кожи произойдет без всякого участия нервной системы. Это каждая клеточка кожи сама по себе реагирует на данные изменения. Нервная система здесь ни при чем. Ультрафиолет подействовал на клетку. В ответ на это клетка меланоцит синтезировала меланин. Вещь то, которое способно поглотить ультрафиолет. И цвет вашей кожи изменился. В данном случае никакого посреднического участия нервной системы не произошло. Вот такого типа процесса будут называться местные реакции. Так. В результате, смотрите, мы с вами сейчас уже просмотрели три разные типа реагирования. Первый рефлекторный. Второй индивидуально изменчивое поведение. И третий местные реакции. Понятно, что это разные механизмы. Ну а теперь берем наш случай с человеком, который гладил брюки. Я, например, расскажу, что это рефлекс. Конечно, рефлекс, болевой рефлекс. Затем реакция... Стоп, стоп, стоп. Ребят, вот если вы хотите, чтобы у вас что-то получалось на наших лекциях, да? Ведь я, когда говорю, вот это запишите, говорю не просто так. Значит, зачем имеет смысл записывать, конспектировать лекцию? Затем, чтобы этим дальше пользоваться. Ну-ка попробуйте грамотно сформулировать свою мысль. Основываясь на том, что вы уже записали. Ну, реакция, скорее всего, глядите лекция. Да. Реакция, например, глядите лекция местных реакций. Пузыри на пальцах, это местная реакция. А вот тоже человек ругался. Да, это уже не ругался. Это... А вот это индивидуально изменчивое поведение. Конечно. Конечно, разумеется. А в результате, любой кусок вашего живого поведения... Ну, вот если я беру там, я не знаю, веду съемку того, что с вами происходит в жизни, да? Вырезал какой-то кусочек, стараясь анализировать. Сведется ли он только к рефлекторным актам? Нет. Только к индивидуально изменчиванию? Нет. Только к местным реакциям? Нет. В живом поведении всегда участвуют все три формы. Это такой микс, стоящий из трех разных программ. Ну, вот, собственно, начало нашей работы положено. Через недельку разбираемся поподробнее с тем, как, собственно, работают рефлекторные машины. И какие у них есть особенности. И что каждому человеку лучше представлять о своих, собственно, рефлекциях. Засем все на сегодня. Спасибо. Спасибо.